В совете директоров Молдавского металлургического завода новый человек это Вадим Кравчук, депутат Верховного Совета по Рыбницкому району. Сегодня Кравчука официально представили в новой должности. Дымящие трубы ММЗ в Рыбнице это главный показатель того, что город живет. Более двух тысяч рыбничан сегодня работают на ММЗ. Вместе с их семьями и близкими родственниками примерно 8 тысяч человек напрямую зависят от стабильной работы предприятия. Нет уголка в нашем городе и в нашем районе, где не было бы помощи и внимания ММЗ. Завод всегда участвовал во всей социальной и культурной жизни нашего города. Завод и город это одно целое. Сегодня рыбничане не могут себя представить без завода, а работники завода не могут представить себя без города Рыбницы. Можно действительно переименовывать и называть город Металлургов. Рыбницу уже давно неофициально называют городом Металлургов. Потомственные Металлурги есть почти в каждой семье. У рыбничан особое отношение к ММЗ было и остается. К примеру, два спальных района города когда-то возвели только потому, что в 85-м на окраине построили металлургический завод. ММЗ оказывает колоссальную помощь городу. Строит дороги, больницы, участвует во всех социальных и инфраструктурных проектах Рыбницы. У ММЗ своя социальная программа для работников предприятия и жителей рыбницких избирательных округов. Для республики это тоже ключевое предприятие. ММЗ один из самых крупных налогоплательщиков. Также завод дает стране валюту. Выступил одним из меценатов в борьбе с коронавирусом. Предприятие помогло рыбницкому госпиталю деньгами, средствами защиты, расходными материалами. Сегодня завод находится в государственном управлении. Менеджмент завода успешно справляется с теми трудностями, с которыми приходится сегодня сталкиваться. Это и в частности сегодняшний коронавирус. Это снижение падения спроса на рынках. Это снижение цены. Но тем не менее, даже в этот сложный момент завод не прекращал работать. Это позволяет сегодня и заводу, и Приднестровью с надеждой смотреть будущее. Вадим Кравчук – житель рыбницы, защитник Приднестровья и депутат Верховного совета. С сегодняшнего дня еще и в составе совета директоров ММЗ. Как и почти все рыбничане, так или иначе связан с заводом. Сегодня Вадима Кравчука представили в новой должности. На заводе он будет представлять интересы работников и их семей, отвечать за коммуникацию с властями города и республики. На совете директоров Вадима Кравчука представил министр экономического развития Сергей Аболоник. Важным и рациональным является пригласить к работе в том округе, где традиционно металлургический завод играл важнейшую роль в эту деятельность. Хотелось бы пригласить человека опытного, человека, имеющего устойчивую позицию, который знает нужды, актуальные нужды горожан, жителей округа. Готов совместно с руководством заводом, с правительством принести, внести тот вклад на решение тех задач, которые вы ставите, а именно улучшение благосостояния жизни трудового коллектива, жителей города Рыбницы и жителей на одного округа. Спасибо за доверие. Производство на ММЗ даже в условиях карантина не остановилось, хотя объемы несколько упали. Самым сложным для завода оказался период с апреля до начала июня. Часть работников пришлось отправить в простой, но зарплату людям выплачивали. Сейчас ММП продолжает восстанавливать производство, не забывая даже в такое тяжелое время помогать городу и республике. Заводу работать тяжело. Экономическое состояние очень непростое. Завод с этим справляется, но мобилизация всех ресурсов предприятия, ММЗ, которое позволяет повышать объем, продаж, повышать финансовый результат, выйти на положительные показатели. Тем не менее, имеет свои издержки. Возможности социальной деятельности завода, к сожалению, изменились. В этой связи все равно важным, критически важным является то, что упустить этот фактор нельзя. Заводу следует заниматься социальной жизнью работников, трудового коллектива, горожан. В планах у завода выйти на показатели не ниже прошлогодних. Продолжат здесь программу по модернизации, в том числе по установке экологически чистых фильтров. С прошлого года на эти цели уже потратили 1 миллион 300 тысяч долларов. Экологическая программа ММЗ рассчитана еще на 5 лет. Владимир Хорошилов, Леонид Мостак, ТСВ.